Вот я говорю, почему российская СМИ должна молчать? Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные, и политики все выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат. Вы думаете, я доволен этим? Нет, конечно. Я очень даже недоволен. И если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть своя видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников. Но есть определенные нюансы государственной политики. Поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит, и как ведут себя государственные деятели, политики. А мы, как рабы себя вышнего, будем делать все от нас завершившее. Вот. Ну, турецкая власть тоже ничего не сделала. Это отдельное государство. Квала Всевышнему. Спасибо Эрдогану, то, что он выступил. Это не хватает, одно выступление. То, что они поехали туда, поддержали, тоже хорошо. Ну, отдельное государство должно большего делать. Это же не сегодня идет. Не день-два, семь лет, по-моему, там идет война. Семь лет убивает. Это все картинки не сегодняшнего дня. Это за семь лет, которые были, все-все-все-все-все картины, все фотографии, ролики подняли. Так что это не день-два это все получилось. Это семь, пять, шесть, семь лет идет бои. И мы просто об этом сегодня узнали, вчера узнали, потому что об этом начали говорить. И, ну, то, что там они делают, все это, это делается с поддержкой Запада, Европы. И поэтому мы говорим, где все эти организации, которые так беспокоятся за мусульман, которые проживают в Чеченской Республике. Даже если мы не задерживаем террориста, ООН, НАТО, все они делают заявления. Вот. И все правозвращительные организации призывают против Кадырова. Кадыров убивают, забирают мусульманов. Вот почему они сейчас все молчат. Почему? Потому что они враги ислама, потому что они идейно против делают политику нас. Поэтому мы говорим, будьте прокляты те, кто сегодня совершает это преступление и кто за этим стоит. А то, что, я еще раз говорю, то, что мы сегодня говорим, митинги, это хорошо. Но они не пускают ни одного журналиста туда. Ни одного журналиста, ни одного не пускают, а закрыли всю территорию. И совершают все, что там происходит. Это геноцид. Поэтому я вас очень прошу, всех наших братьев, всех, кто сегодня смотрит интернет-сайты, видят все, что происходит, клянусь именем Всевышнего. Если я, души мне одно и одно язык другое, будь я и моя семья проклят. Я больше переживаю за это. У нас в семье сегодня, когда я был дома, все плакали мы, говоря об этом. Ну, должны понимать, у кого сколько возможностей. И поэтому мы должны сначала хотя бы на карту посмотреть. А те, кто там хотят поехать туда, как ты поедешь, ты не доедешь. Поэтому мы готовы содействовать тем. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Так что надо не спеша, но просто взять и написать каждый может. Ну, подумав настолько, насколько ты прав, не все. Поэтому была бы возможность. Я показал бы вам, насколько я это говорю от души. Я буду поддерживать любого, кто будет против этого зла. Я буду рядом. если надо, впереди. Сзади не имеет значения с тем, кто будет наказывать этих шайтанов, этих нелюдей. Будьте они прокляты, шайтаны. Даже они хуже, чем шайтаны. Шайтан не может, не сможет даже совершить и не может придумать такое. ковидом. Поэтому я... Хотите, давай вместе. Мы уже над этим работаем. Вас всех приглашаю. Завтра не получится. Послезавтра в Грозном, возле мечети. Проведем большой митинг. Ну, от этого ничего не изменится. Мы просто для успокоения души. Вот говорят, что завтра митинг возле посольства. Вы думаете, они будут менять свою позицию? Нет, там нужна сила. Сила только может изменить ситуацию. Поэтому я уверяю вас, мы не меньше переживаем за это, а наоборот больше переживаем, больше болеем. И все ваши комментарии, все, что вы мне пишете, директ, везде, я читаю, я вижу, не каждому получается отвечать. дай Аллах, чтобы нигде не убивалось людей, тем более беззащитных. Валлах, бедные дети там. Это просто, я не понимаю, 21 век, демократы, Запад говорит про демократии, Европа, созданы столько организаций, чтобы защищать прав людей. Где они все? Где они все? Нету ни одного. Все молчат. Если мы в Чечне даже корову не туда загнали, сразу Европа, ООН все заступаются. Вот Чечня нарушает права людей. Вот Чечне забрали одного человека, двоих, и это самое опасное место в мире, в Великобритании. Я абсолютно не понимаю, где они сейчас? Разве у них нет сердца сердца камня. Потому что невозможно на это смотреть и молчать. так что мои дорогие друзья, подписчики, те, кто меня ненавидят, те, кто меня уважают, я говорю, моя позиция однозначно. Однозначно в том плане, что я не такой, как про меня пишут те шайтаны и это сегодня показывают свое истинное лицо, называя себя правозащитниками. Я действительно и из народа человек. Я вырос, родился в селе. Ну, почему иблийское государство, они же говорят, что они мусульманское государство, исламское. Почему они нападают сейчас? У них же есть возможность, как они говорят, что они заберут весь мир. Почему отдаю слово не говорят? Дай Аллах, там закончилось все. Дай Аллах, чтобы этих тварей, шайтана наказали. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы этих уродов настигло в ближайшее время смерть. Те, кто замешаны в убийстве детей, женщин, стариков, и Я знаю, что вы ищите помощь, поддержку тем людям, и поэтому обращайтесь ко всем, обращайтесь ко всем, и в том числе, и ко мне тоже. Аллах, чтобы оправдать ваши надежды, я сделал бы все. Валлах, я в этой жизни, я говорю, я не политик. Абсолютно я не переживаю ни за себя, ни за семью. Валлах, но именем Аллаха клянусь. И если вы думаете, что я меньше, чем вы переживаю, то вы ошибаетесь. Да, Мулах, иншаллах, все будет хорошо. Да, все каналы молчат, все каналы, ни один человек не говорит, все организации. Значит, так должно быть, но мы не будем молчать. У нас свои каналы, свои сети. Мы будем молиться все вместе, просить Всевышнего помощь. Иншаллах, если наши намерения будут чистыми, Аллах нам поможет. Мы должны очистить свои души, сердца и просить Всевышнего, Аллах нам поможет. Ради политики, ради красивых слов ничего не изменится. Поэтому мы должны сами чистить свои души намерения и после этого просить Аллаха, Аллах нам поможет. Мы тоже отправили своих представителей и будем оказывать гуманитарную помощь. Я говорю, если любой человек, любое государство будет против этих шайтанов, которые сегодня убивают детей, женщин, стариков, я буду рядом, если нужно, впереди и сзади. Аллах я говорю от души. Мне эта жизнь не нужна, если я говорю одно или в душе совсем другое. И то, что я глава республики, сегодня я глава, завтра напишу заявление и все. Я как и вы гражданский человек, со своими мнениями, видениями, взглядами. гражданами, поэтому если мы могли дойти до них, мы за час уничтожили бы их всех. У нас и армия есть, и оружие есть. Но вы должны понимать и посмотреть на карту. Даже перевести там, перебросить туда войска невозможно, другие друзья, потому что есть калидоры, разрешения, есть все. Поэтому я уверен, что вы не думаете, что наше государство, руководство молчит. Я еще раз говорю, у каждого государства есть свои обязательства, которые они еще на берегу расписали. И поэтому они не могут сегодня вот так взять и принимать решение. Вы должны понимать, что для руководства любого государства и то же самое для Эрдугана это очень серьезный вопрос. Потому что это невозможно так. Вот принял решение и отправил и напал на государство. Потому что есть обязательства, которые берут на себя и они должны это обязательство выполнять. Поэтому мы должны с пониманием относиться и нашему руководству и руководству других государств. я уверен, что арабские государства и руководство арабских государств тоже не будут молчать. И они делают все возможное. Поэтому если они не кричат там давай, 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 то это не значит, что они молчат. Они тоже люди, у них тоже семьи. Поэтому мы должны делать все возможное. И в первую очередь то, что случилось там случилось. И как бы мы ни кричали, ни суетились, не будет конкретной шаги, то ничего не изменится. Да, действительно, в этом позиции Эрдугана самая открытая и лучшая позиция Эрдугана. Мы его поддерживаем. так что абсолютно я с вами согласен и позиции он свою озвучил и обещал помочь. Мы уверены будем ждать помощи, а то, что наша сила и возможности мы будем делать. Хорошо. всем спасибо, удачи, дай Аллах, чтобы у нас получилось хоть как-то где-то помочь им. Мы еще раз должны молиться, молиться просить Всевышнего Аллаха. я уверен, что Аллах поможет нам, намерение будет чистым. Да, Аллах, чтобы побыстрее закончилось все это. Еще раз говорю, митинги хотите будем проводить. Любые заявления, кому-то как-то нужно помочь с расходом отправиться куда-то. Будем помогать. Все, что в наших силах, мы ради Всевышнего, ради этого народа будем делать. Иншаллах. хорошо спокойно ночи. Я буду говорить спокойно. У нас нету, я знаю, все эти дни, которые со мной рядом. Люди знают, как я провожу ночи и дня, и как наша команда старается как-то повлиять на эту ситуацию. мы разговариваем со всеми политиками, послами и делаем все от нас зависящее. Вот, если вы, когда митинг, иншаллах, мы готовы провести митинг послезавтра. Завтра мы уже сегодня не успеем, а завтра мы успеем. Уже послезавтра в понедельник мы успеем, а сейчас мы не успеем. Так. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху 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 о чем я говорю. Так что надо неспешно просто взять и написать каждому каждый может, подумав настолько, насколько ты прав, не все. Поэтому была бы возможность. Я показал вам насколько я это говорю от души. я буду поддерживать любого, кто будет против этого зла. Я буду рядом и если надо впереди сзади не имеет значения с тем, кто будет наказывать этих шайтанов, этих нелюдей. Будьте они прокляты шайтаны. Даже они хуже, шайтаны. Шайтан не сможет даже совершить и не может придумать такое. такое там. Поэтому я хотите давай вместе мы уже над этим работаем. Вас всех приглашаю. Завтра не получится. Послезавтра в Грозном возле мечети проведем большой митинг. Ну от этого ничего не изменится. Мы просто для успокоения души. Вот говорят, что завтра митинг возле посольства. Вы думаете, они будут менять свою позицию? Нет, там нужна сила. Сила только может изменить ситуацию. Поэтому я уверяю вас, мы не меньше переживаем за это, а наоборот больше переживаем, больше болеем. и все ваши комментарии, все, что вы пишете директ, везде я читаю, я вижу, не каждому получается отвечать. Дай Аллах, чтобы там нападают сейчас. У них же есть возможность, как они говорят, что они заберут весь мир. Почему? Вот, дай слово, не говорят. дай Аллах, там закончилось все. Дай Аллах, чтобы этих тварей, шайтана наказали. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы этих уродов настигло в ближайшее время смерть. те, кто замечаны в убийстве детей, женщин, стариков. Вот. Я знаю, что вы ищете помощь, поддержку тем людям, и поэтому обращайтесь ко всем, обращайтесь ко всем, и в том числе и ко мне тоже. Валлах, чтобы оправдать ваши надежды, я сделал бы все. Валлах, я в этой жизни, я говорю, я не политик. Абсолютно я не переживаю ни за себя, ни за семью. Валлах, но именем Аллаха к нему. И если вы думаете, что я меньше, чем вы переживаю, то вы ошибаетесь. Да, Мулах, иншаллах, все будет хорошо. Да, все каналы молчат, все каналы, ни один человек не говорит, все организации. Значит, так должно быть, но мы не будем молчать. У нас свои каналы, свои сети. Мы будем молиться все вместе, просить Всевышнего помощь. Иншаллах, если наши намерения будут чистыми, Аллах нам поможет. мы должны очистить свои души, сердца и просить Всевышнего, Аллах нам поможет. Нигде не убивалось людей, тем более беззащитных. Бедные дети там. Это просто, я не понимаю, 21 век, демократы, Запад говорит про демократы, Европа, созданы столько организаций, чтобы защищать прав людей. Где они все? Где они все? Нет ни одного. все молчат. Если мы Чечне даже корову не туда загнали, сразу Европа, ООН все заступаются. Вот Чечне нарушает права людей. Вот Чечне забрали одного человека, двоих, и это самое опасное место в мире Великобритании. Я абсолютно не понимаю, где они сейчас. Разве у них нет сердца. У них место сердца камень. Потому что невозможно на это смотреть и молчать. так что мои дорогие друзья, подписчики, те, кто меня ненавидят, те, кто меня уважают, я говорю моя оппозиция однозначно. Однозначно в том плане, что я не такой, как про меня пишут те шайтаны и те то сегодня показывают свое истинное лицо. Называли себя называя себя правозащитниками. Вот я действительно и из народа человек. Я вырос, родился в селе. Вот ну почему иблийское государство, они же говорят, что они мусульманское государство исламское. Почему они вот я говорю, почему российская СМИ молчит. Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные и политики все выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат. Вы думаете, я довольна этим? Нет, конечно, я очень даже недоволен. И если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убить насильников. Но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели, политики. А мы как рабу себя вышнего будем делать все от нас зависящие. Вот. Ну, турецкая власть тоже ничего не сделала. Это отдельное государство. Хвала Всевышнему, спасибо Эрдогану, то, что он выступил. Это не хватает одного выступления. То, что они поехали туда поддерживать, тоже хорошо. Но отдельное государство должно большего делать. Это же не сегодня идет. Не день, два, семь лет по-моему там идет война. Семь убивает. Это все картинки сегодняшнего дня. Это за семь лет, которые были. Все фотографии, ролики подняли. Так что это не день, два это все получилось. Это семь, пять, шесть, семь лет идут бои. Мы просто об этом сегодня узнали. Вчера узнали, потому что об этом начали говорить. все это делается с поддержкой Запада, Европы. и поэтому мы говорим где все эти организации, которые так беспокоятся за мусульман, которые проживают в Чеченской республике. Даже если мы не задерживаем террориста, ООН, НАТО, все они делают заявления. Вот и все правозвращительные организации призывают против Кадырова. Кадыров убивает, забирает мусульмана. Вот почему они сейчас все молчат. Почему? Потому что они враги ислама, потому что они идейно против делают политику нас. Поэтому мы говорим будьте прокляты те, кто сегодня совершает это преступление и кто за этим стоит. А то, что я еще раз говорю, то, что мы сегодня говорим митинги, это хорошо, но они не пускают ни одного журналиста туда. Ни одного журналиста, ни одного не пускают, закрыли всю территорию и совершают все, что там происходит. Это геноцид. геноцид. Поэтому я вас очень прошу всех наших братьев, всех, кто сегодня смотрит интернет, сайты, видят все, что происходит, клянусь именем Всевышнего. Если я душевнее одно язык, другой, будь я и моя семья проклята, я больше переживаю за это. У нас в семье сегодня, когда я был дома, все плакали, мы говоря об этом. Должны понимать, у кого сколько возможностей. И поэтому мы должны сначала хотя бы на карту посмотреть. А те, кто там хотят поехать туда, как ты поедешь, ты не доедешь. Поэтому мы готовы содействовать тем. Я думаю, что вы понимаете о чем